Так, ну что, мы продолжаем обсуждать всякие истории, связанные с структурной устойчивостью и с бифуркациями. Как вы на семинаре пообсуждали, орбитально-топологическая эквивалентность и прочие страшные штуки. Теперь не так страшно. Давайте поговорим про бифуркацию в разговоре. В прошлый раз мы обсудили, я напомню, в прошлый раз у нас была такая история, что если у вас фазовое пространство имеет размерность 1, то такая естественная приходящая в голову история про бифуркацию, это история про седлоузел, точнее седлоузловую бифуркацию, какое-нибудь вот такое семейство, х квадрат плюс, давайте я напишу сейчас плюс эпсилон, и мы говорим, что в зависимости от значения эпсилона у нас возникает либо вот такой фазовый портрет, значит, что у меня здесь должно быть, вот так стрелочки должны быть расставлены, либо при эпсилон равном нулю возникает вот такой фазовый портрет полустойчивый, либо при эпсилон положительных возникает фазовый портрет, в котором вообще нет особых точек, просто движение слева направо. В некотором смысле вот это такая самая типичная бифуркация, которая может происходить в размерности 1. Ну так, если представить себе, что в принципе может происходить в размерности 1, ну вот представьте себе, что у меня есть какое-то уравнение, х точка равняется f от х, да, и пусть у меня х одномерный. Ну, что это означает? Это означает, что, ну давайте даже так, вот х точка равняется f от х, и давайте я скажу, что у меня есть не уравнение, а некоторые семейства. Значит, давайте я напишу, что это f эпсилон от х. Ну вот, собственно говоря, пример семейства, вот он приведен. И дальше меня интересует, что может происходить в этом семействе, какие бифуркации могут происходить. Ну вот так вот, если ничего специфического не предполагать при этом семействе, если у вас эпсилон-то какой-то одномерный параметр, то, в общем, происходить может примерно то же самое, что было описано выше. Значит, вот если представить себе, если я рисую график правой части, это какая-то функция, ну вот как-нибудь вот так она может быть, как-то вот так она может выглядеть, например. И дальше что будет происходить, если я буду немножко эту самую функцию шевелить? Значит, ну вот так вот, как нарисовано, у меня динамика сейчас устроена так, что вот здесь все движется слева направо, вот здесь все движется справа налево. Значит, динамика какая-то вот такая. Там, где у меня корни, это положение равновесия. Теперь давайте представим себе, что может, что будет происходить, если я немножко пошевелю вот это мое уравнение. Значит, рассмотрю какой-нибудь c1 малый, ну, окей, если немножко поменяю эпсилон, то, что здесь нарисовано, это какой-то конкретный эпсилон, скажем, эпсилон равняется нулю, допустим. Что будет, если я немножко пошевелю эпсилон? Давайте считать, что у меня f зависит гладко от эпсилона. И в результате того, что я немножко поменяю его, что у меня произойдет с динамикой? Ну, вот для такой картинки. Ну, у нас именно точек касания нет, поэтому, по идее, не должно что-то сильно поменяться. Да, более-менее ничего не произойдет, на самом деле. То есть у вас чуть-чуть, может быть, эта картинка как-то сдвинется. Вот, если вы немножко ее шевелите, если вы немножко меняете эпсилон, ну, вот может произойти что-нибудь, ну, что-нибудь вот такое. Никаких новых особых точек не появится. Те точки, которые были, они могут чуть-чуть сдвинуться. Допустим, вот это вот будет эпсилон равный, скажем, 0,1. Ну, а дальше, по мере того, как вы будете менять эпсилон, у вас, в принципе, могут возникнуть те самые касания, какие-нибудь вот такие, вот, например. Допустим, у вас вот здесь возникло вот такое касание, а тут, допустим, возникло... Ну, хорошо, давайте я сделаю как-нибудь вот так. Например, вот здесь возникло касание, а вот тут вот эта вот штука, например, еще сильнее уменьшилась, и если я еще чуть-чуть поменяю, да, у меня может возникнуть касание вот здесь, вот в этой точке. Но понятно, что если мы как бы не требуем ничего специфического, да, если мы не докладываем каких-то дополнительных условий, то действительно вот какие-то вот такие вот касания могут возникать. Но при этом, например, чтобы они возникли два, например, чтобы два касания возникло одновременно, это нам должно очень сильно повезти. В общем, короче говоря, если у вас, допустим, вот такое однопараметрическое семейство, семейство с одним параметром эпсилон, и все происходит в размерности 1, то, в общем, ничего более интересного, чем какая-то последовательность вот такого же типа седлозановой бифоркации, происходить не будет. То есть может быть что-то вот такое вот дальше будет, вот здесь исчезло, допустим, особая точка тут вот появилась. Какая-нибудь вот такая вот штука может быть. Ну и так далее. Все перестройки фазового портрета будет происходить в соответствии с вот этим же вот сценарием. Но это не означает, что это будет происходить так для любого семейства. Это так будет происходить для так называемого типичного однопараметрического семейства. Семейства, которое не выбрано каким-то суперспециальным образом. Но, по крайней мере, в этой ситуации, в этих условиях ничего особо сложного здесь ожидать не приходится. Давайте посмотрим, что будет происходить, значит, что может происходить нового в размерности 2. Ну, во-первых, может происходить то же самое. Значит, на семинаре должен был обсуждаться, если вы до него добрались, а если нет, то в семинарском ресторе, в моем случае включено. Семейство, которое устроено так, допустим, у нас по иксу динамика как выше нарисована, а по игреку, ну, еще какая-то. Скажем, например, у точка равняется минус единица, что-нибудь в таком стиле. О, не минус единица, а минус у. Значит, в этом случае у нас все устроено так. Опять же, я рассмотрю три случая. Эпсилон меньше нуля, эпсилон равняется нулю, эпсилон больше нуля. И картинка устроена как-то так. У меня движение по иксу такое, как я рисовал выше. А движение по иксу – это штука, которая всегда прижимает нас к оси. Икс равняется нулю. Икс точка равняется минус y. Поэтому у нас вот здесь вот будет динамика вот такая. Там, где по иксу никакого движения не происходит, мы просто по прямой стремимся к соответствующему положению равновесия. В промежутках динамика будет какая-то вот такая. Соответственно, при эпсилон меньше нуля у нас возникают две особые точки, два положения равновесия. Узел и седло при эпсилон равном нулю у нас возникает одно положение равновесия, которое получается в результате слияния узла и седла и в какой-то мере сохраняет свойства и того, и другого. Если смотреть вот на эту часть, то эта штука похожа на узел, как вот здесь. А если смотреть на вот эту часть, то похоже на седло, как вот здесь. И вот эта особая точка, она носит специальное название, она называется седлоузел. И, собственно говоря, поэтому бифуркация называется седлоузловая. Как видите, мы раньше не рассматривали такие точки, потому что эта точка, значит, ее линейная часть, она вырожденная, потому что этот случай, обычно, равняется нулю. Значит, у нас x-точка равняется x-квадрат, как устроена матрица линейализации этой системы. Как странно линейализация особой точки в случае седлоузла. Ну, у y не меняется x там с точкой 2x теперь. Ну, я хочу матрицу линейализации вот конкретно в особой точке. Ну, или линейализованную систему в особой точке. То, что вы сказали, это вы по x-у посчитали в общем виде производную. Ну, да, там матрица на диагонали 0 и минус 1 будет стоять. Да, значит, матрица линейализации будет просто 0, 0, 0, минус 1. Собственно говоря, это объясняет тот факт, что нам раньше вот такие особые точки не встречались, когда мы обсуждали линейные особые точки. Там не было никаких седлоузлов, потому что мы обсуждали только линейные особые точки не вырожденные, а тут только вырожденные. Ну, и, собственно говоря, фазовый портрет линейализации он устроен совсем не так, как вот эта штука. Если бы мы рассматривали именно фазовый портрет линейализации, там у нас x вообще бы не менялся бы. У нас уравнение линейализации выглядит так. Это просто x с точкой равняется 0, y с точкой равняется минус y. И фазовый портрет линейализации был бы вот таким. Это как раз демонстрирует, что когда у вас особая точка вырождена, вот это соответствие между линейными и нелинейными особыми точками, тот факт, что нелинейная особая точка похожа на свою линейализацию, в этот момент это утверждение становится неверным. Поэтому такое мы... Ну, на самом деле, оно встречалось где-то на упражнениях, вот такого типа системы, но в классификацию линейных особых точек седлоузла не попадают, потому что они существенно нелинейная штука. Ну и, наконец, справа как будет устроена динамика? При абсолютно большем 0. Что может сказать про динамику справа? Как она выглядит? Ну, опишите как-нибудь. Что будет происходить с y-координатой? В правой картинке. Ну, вроде как, на центральной, только не будет прямой, вдоль которой только игрок меняется. Ну да. Значит, на самом деле происходит просто вот такое вот вечное притяжение к горизонтали, но при этом с вечным же движением направо. На самом деле, кстати, даже не с вечным. Если посмотреть, у нас уравнение x-точка равняется x-квадрат плюс что-то там, на самом деле, вы здесь уйдете на бесконечность за конечное время. на самом деле здесь движение вправо будет очень быстро. Ну, окей. Вот какая-то такая штука. И вот то, что мы видим, это опять же фактически та же самая седлоузловая бифуркация, но только уже на плоскости. Опять же, это некоторый такой модельный пример. Понятно, что, например, вот к этому второму уравнению здесь можно было бы приписать еще какие-нибудь старшие члены. Но понятно, что если нас интересует то, что происходит на этой прямой, на прямой y равняется 0, то от того, что я здесь припишу какие-то старшие члены, ничего не поменяется. И вот эта серия картинок, если я ее буду рассматривать где-то вблизи положения равновесия, вот здесь, она, в общем, примерно так же и будет происходить. То есть локально эта прифоркация выглядит именно таким образом. Вне зависимости от того, какие здесь еще старшие члены добавлены. Вот. Окей. Значит, это первая штука, которая может происходить в размерности 2. Но тут как бы ничего нового особенного. Давайте посмотрим, а что может происходить новое. Вот смотрите, в размерности 1, когда мы обсуждали, мы начали с того, что если у нас есть какая-то неподвижная точка, ну, как бы, мы понимаем, что когда мы думаем про топологию фазов портрета, у нас есть какие-то характерные части этого фазов портрета. Например, особые точки положения равновесия, это какая-то такая характерная штука, которая должна сохраняться орбитальной топологической эквивалентностью, что если мы немножко пошевелим систему с особой точкой, разумный вопрос о том, что произойдет с этой особой точкой. Исчезнет она или она сохранится, сохранится ли она свою устойчивость и так далее. И в случае с размерностью 1 мы довольно быстро выяснили, что единственный способ, как особая точка может исчезнуть, это вот через вот такое касание, ну то есть, что если у нас касания нету, если у нас здесь в особой точке производная не нулевая, то это означает, что эта особая точка никуда не денется, она может пошевелиться, но никуда не денется, никакой бифуркации с ней не произойдет. То есть единственная ситуация, при которой в размерности 1 происходит бифуркация особой точки, это ситуация, при которой в особой точке производная правая часть равно нулю, при которой вот есть какое-то касание. Оно может происходить не обязательно по такому сценарию, может происходить по другому сценарию, но если правая часть имеет ненулевую производную, то ничего интересного не происходит. А давайте подумаем, что будет происходить с особыми точками в размерности 2. Значит, может ли что-то произойти? Мы видим здесь, что вот эта история, это опять же история про вырожденную особую точку, про особую точку, у которой матрица линейеризации вырождена. Может ли что-то произойти с невырожденной особой точкой? Значит, невырожденная – это означает, что матрица линейеризации невырожденная. Как вы думаете? Давайте смотреть. У нас есть, опять же, возвращаемся к старому вопросу. Вот у нас есть разные особые точки. Сейчас мы говорим про, вообще говоря, нелинейные особые точки. Но эти нелинейные особые точки, в любом случае, имеют какую-то матрицу линейеризации, и мы сейчас рассматриваем только те нелинейные особые точки, в которых матрица линейеризации невырождена. Значит, какие это особые точки могут быть? Значит, какие вы знаете особые точки? У нас бывают седла, у нас бывают узлы всякие разные, у нас бывают фокусы, и у нас бывают центры. Значит, как вы думаете, что интересного, где можно искать что-то интересное? Про какие типы особых точек можно ожидать, что с ними может что-то произойти при малых возмущениях? Про какие понятно, что ничего интересного не произойдет, что они сохранят свой орбитально-топологический тип, что топология фазового портрета никак не изменится? Ну, возможно, с центром он выглядит как что-то, что легко меняется. Да, значит, вот эти вот три верхних случая, они на самом деле неинтересны, тут ничего не происходит, потому что, ну, как бы, строго говоря, чтобы доказать, что тут ничего особо интересного не происходит, нужно немножко повозиться. Ну, так, если на пальцах прикинуть, ну, чего может быть? Например, вот, например, жило было у нас седло. У седла есть два собственных значения вещественных разного знака, одно положительное, другое отрицательное. Допустим, мы немножко пошевелим это седло. Что в результате получится? В результате получится какое-то новое седло, потому что если у вас, у матрицы здесь были разные собственные значения разных знаков, то когда вы матрицу линеризации немножко пошевелите, то у пошевеленной матрицы тоже собственные значения будут, ну, тоже вещественные и тоже разных знаков. Ну, просто потому что там характеристический многочлен зависит от коэффициентов, соответственно, зависит от матрицы, от элементов матрицы непрерывно, корни его тоже зависит непрерывно, и, в общем, ничего особенного не произойдет. Вот эти вот два фазовых портрета, это вообще с точки зрения топологии один и тот же фазовый портрет. Собственно говоря, у вас была на семинаре была задачка, где вам нужно было показать, что есть гомеоморфизм, который переводит линии, которые переводят фазовые кривые вот такие, как у фокуса, в фазовые кривые вот такой вот штуки, такого узла, в котором все фазовые кривые – это просто лучи. То есть можно гомеоморфизмом, можно завернуть, закрутить эти лучи так, чтобы они превратились в спираль. Поэтому с точки зрения топологии тут вообще нет разницы между фокусами и центрами. И если мы немножко пошевелим, ой, простите, между фокусами и узлами, одинаковой устойчивости, если мы немножко пошевелим, например, вот такой вот узел, ну, опять же, получим какой-то новый узел, который будет выглядеть примерно так же. Значит, здесь, вот в этих вот ситуациях, ничего особо интересного не происходит. А вот случай с центрами, на самом деле, может происходить. И давайте я покажу модельный пример, на котором оно таки да, происходит. Значит, это называется бифоркация нервного хопфа. Это, опять же, такое довольно общее явление, но, как и в прошлый раз, проще всего посмотреть, как это явление устроено, рассматривая конкретный пример, конкретное семейство. Поэтому я предлагаю это сделать. Значит, рассмотрим семейство вот такое. Значит, у меня сейчас в семействе будет два параметра, но, на самом деле, я один из них буду фиксировать, а другой буду менять. Значит, ну и давайте какое-нибудь семейство тут напишу. Ну, допустим, такое. Х с точкой равняется эпсилон х плюс у. Значит, я его начну писать, а потом допишу. То-то-то-то х точка у, х точка равняется минус х плюс эпсилон у. Ну и давайте минус. Сейчас давайте я посмотрю, каким обозначением я привык, чтобы... Давайте с минусом. Значит, минус с х квадрат плюс у квадрат. Здесь будет х, а тут будет у. Значит, вот такое семейство я рассматриваю. У меня сейчас... Это будет какой-то фиксированный параметр, а эпсилон я буду менять и буду смотреть на зависимость динамики, на зависимость фазового портрета при изменении эпсилона. Давайте, чтобы было проще, давайте сначала рассматриваем случай линейный, а именно случай c равняется нулю. Тогда у нас получается вот такое семейство. И я всегда буду рассматривать три случая. Эпсилон отрицательный, эпсилон равный нулю, эпсилон положительный. Ну вот давайте расскажите мне, что будет происходить. Ну, например, про эпсилон равном нулю. Как установлен фазовый портрет. Продолжение следует... Это фазовые кривые, если эпсилон равняется нулю. Ну, обычный центр. Это просто центр, да. Значит, у нас... Давайте я... Так, в какую сторону он там крутится? Значит, все фазовые кривые – это просто окружности, частные окружности. В какую сторону крутятся? Да. Значит, если y положительный, то x право... Да, вот так вот крутится. Ну, хорошо, пусть крутится. Значит, если эпсилон отрицательный, то что получается? Собственно говоря, здесь можно сразу посмотреть на матрицу. Значит, у нас линейная система. у нее вот такая матрица. И какие у нее собственные значения? Нет! 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 Какие собственные значения? На самом деле, эпсенал плюс-минус и. Значит, при отрицательных эпсеналах что будет происходить? Ну, какой-то фокус будет. Да, какой? Ну, видимо, к центру сходится раз. Действительно, часть меньше нуля. Да, значит, здесь будет фокус такой. В случае с эпсеналом больше нуля, будет фокус, наоборот, раскручивающийся. Собственно говоря, здесь можно было это увидеть. У нас вот здесь вот, как бы у нас вот эта вот часть уравнения, которая как раз отвечает за радиальное направление, за направление приближения или удаления от центра. Это просто уравнение, которое устроено так, что если эпсенал положительный, то у нас эта часть смотрит от начала координат, а если эпсенал отрицательный, то наоборот, к началу координат. Вот. Значит, в принципе, можно сказать, что здесь происходит бифуркация, потому что у нас меняется устойчивость положения равновесия. Здесь положение равновесия было устойчивым. Тут оно уже перестает быть устойчивым. Конкретно вот эту вот картинку, как правило, про нее не говорят, что тут какая-то происходит особая бифуркация, потому что, когда говорят про бифуркацию, обычно нас интересуют нелинейные системы, системы такого общего положения. Все-таки линейные системы – это что-то ужасно вырожденное, на самом деле. Это что-то, это какое-то уравнение, у которого в правой части принудительно зонулили все члены ряда Тейлора, кроме первых. Это существенно нетипичный случай. Типичный случай – это нелинейные уравнения. И как раз поэтому мы сейчас будем рассматривать не вот эту вот, не вот такую бифуркацию, а вот такую бифуркацию, которая появляется, когда мы добавляем здесь какие-то нелинейные слогания. Ну, давайте посмотрим, что будет происходить в этом случае. Тут, к сожалению, уже наша линейная система перестает давать нам информацию, достаточно информации про динамику. И поэтому вместо того, чтобы просто линейнорировать эту систему, давайте мы перейдем в полярные координаты. Здесь видно, что происходит какое-то вращение, а вращение естественнее записывается в полярных координатах. Там уравнения, как правило, получаются более простыми. И давайте я даже вот что скажу. Давайте я введу новую координату, которая называется ρ, которая есть просто квадрат полярного радиуса. x квадрат плюс y квадрат. Давайте перейдем в такие квадратично-полярные координаты. У меня будет, у каждой точки будут две координаты. Квадрат радиуса, квадрат расстояния до нуля и полярный угол. Давайте посмотрим, как устроено уравнение на ρ. ρ с точкой. Я делаю замену переменных. 2x на x с точкой. Прибавить 2y на y с точкой. Давайте попробуйте сами сделать. Подставьте вот то, что у нас здесь есть. Подставьте вот сюда и посмотрите, что получается. Нужно x с точкой подставить, y с точкой подставить, потом поупрощать. И мы хотим максимально избавиться от x и y в правой части, заменить там все, что можно заменить, на новые координаты. Попробуйте это сделать сейчас. Спасибо. Ну что, получается. Что мы хотим получить? Я не очень понял. Мы хотим получить уравнение на ρ. Так, чтобы в правой части тоже было бы ρ. Хотим сделать просто переход к новым координатам. Ну или что-то же самое. Найти производную вдоль векторного поля. Ну да, там вроде сокращается. Так, и что получается, когда сокращается? Ну, 2 ρ, по идее. 2 y. Прямо-таки 2 ρ. Значит, сейчас у меня… А, давайте теперь… Да, я, видимо, не написал это аккуратно. Давайте теперь рассмотрим произвольный случай. C теперь не нулевая. Вот в этом случае. Значит, мы теперь подставляем не вот это вот уравнение, а вот это исходное уравнение. Что тогда будет? Что тогда будет? Что тогда будет? Ну, давайте, давайте, поставьте. Ну, что-то типа 2,5 минус 2 c, все это умножить на ρ. Вроде. Ну, нет. А, ну да, там ρ квадрат появляется. Да, там должен вылезти ρ квадрат где-то. Так, ну давайте аккуратненько сделаем, значит, чего нам нужно. Значит, 2x умножить на εx плюс y минус c. Ну, вот здесь x квадрат плюс y квадрат. Давайте я сразу напишу, что это ρ. И плюс 2y минус x плюс εy минус c ρy. И если теперь скрывать скобки, то получается какая-то такая штука. Значит, значит, 2 εx квадрат плюс 2xy минус 2c ρx квадрат плюс минус 2xy плюс 2y квадрат. И минус 2c ра и минус 2y квадрат. Значит, во-первых, вот эти вот штуки радостно сокращаются. Во-вторых, теперь остается вынести за скобку все, что можно вынести за скобку. Двойку точно надо вынести за скобку. У нас остается ε, тоже можно вынести за скобку, x квадрат плюс y квадрат минус c ρx квадрат плюс y квадрат. И это будет 2 ερо минус c ρ в квадрате. Или 2 ρ ε минус c ρ. Вот такое уравнение получается. То есть, смотрите, что получилось. И благодаря тому, что у нас здесь вот эти вот x, y радостно сократились, у меня удалось выразить уравнение на ρ только через ρ. Здесь не участвует вторая перемена, не участвует θ. И это позволяет нам очень легко это уравнение исследовать. Ну, на самом деле, упражнение состоит в том, чтобы доказать, что уравнение на θ будет θ с точкой равняется минус единице. Ну, это можно сделать просто так, сказать, что θ – это арктангенс y, деленное на x. И то же самое сделать, продифференцировать, честно, и посмотреть, что получается. Не хочу сейчас это делать. Значит, давайте посмотрим. То есть, можете мне поверить в то, что у нас по θ происходит просто равномерное вращение. Вращение с равномерной угловой скоростью. Значит, минус единица, потому что у меня стрелочки направлены вот в эту сторону. По часовой стрелке. Ну, и давайте теперь посмотрим, что происходит с ρ в зависимости от c. Значит, мне нужно рассмотреть два случая – c положительный и c отрицательный. Случай c равняется нулю, мы уже рассмотрели. Давайте теперь рассмотрим случаи c положительный и c отрицательный. Сейчас я беру, с чего лучше начать. Давайте начнем с c отрицательного. Значит, и я сейчас хочу посмотреть на динамику, которая происходит по ρ. Значит, я буду это так рисовать. Я буду рисовать график правой части нашего уравнения. Значит, здесь пусть будет ρ, а тут пусть будет ρ с точкой. Значит, и у меня следующий случай. Сейчас у меня случай ε меньше нуля. Давайте посмотрим, что в этом случае происходит. Значит, у меня график рост с точкой. Это что такое? Это у меня всегда парабола. Значит, парабола. Если у меня c меньше нуля, а здесь перед c стоит минус, то это парабола направлена ветвями вверх. И у нее корни, один корень у нее обязательно ρ, а другой корень у нее вот такой, значит, приберющийся из вот этой скобки. Это будет... Здесь всегда есть корни. ρ равняется нулю, и ρ равняется... ε деленное на c. Значит, если эта штука больше нуля, а если она меньше нуля, то это не имеет особого смысла. Значит, если у меня ε отрицательный и c отрицательный, то тогда это означает, что у нас здесь есть два положительных корня. И наша динамика выглядит как-то так. Значит, отрицательный ρ не имеет смысла, но я все равно так пунктируем нарисую этот кусочек параболы. А дальше вот здесь особая точка, и вот здесь особая точка, и вот как так параболка выглядит. Значит, здесь 0, здесь ε деленное на c. И динамика устроена так. значит, значит, вне этого всего дела у нас вот такая динамика, а тут вот такая динамика. Так, правильно я все нарисовал-то? или неправильно? c отрицательная. А, я понял, в чем проблема. Да, я все-таки ошибся в обозначениях. И у меня это получается немножко нетипичная ситуация. Ну ладно. Пусть будет так. По крайней мере, тут ошибки вроде нет. Значит, это ε меньше 0, а при ε равняется 0, что будет происходить? Ну, просто из нуля параболы. Да, просто у меня вот такая вот параболка будет возникать. И как устроена динамика? Как меняется, ρ? Везде удаляется. Везде удаляется. Вот так вот. И, наконец, если ε больше 0, то... Значит, тогда у нас второй корень, он просто оказывается в отрицательной части. по ρ и никакого практического смысла для нас сейчас не имеет. И динамика устроена тоже вот так. Да, значит, это динамика по ρ. Давайте посмотрим, чему эта динамика соответствует на исходном фазовом пространстве. Да. Значит, давайте нарисуем каких-нибудь фазовых портретов. Давайте начнем справа. Вот как выглядит фазовый портрет для epsilon больше нуля. Значит, по tete у нас происходит просто постоянное вращение. tete с точки равняется минус единица. А что будет происходить здесь с учетом динамики по ρ? На что похож фазовый портрет? На фокус какой-то. Да, он похож на такой же фокус, на самом деле, как в линейном случае. Какой-то раскручивающийся фокус. И prep, на равном нулю, на самом деле, ситуация похожа, по крайней мере, если ее рисовать ручкой на бумажке. Но нужно понимать, что здесь это будет гораздо более медленно раскручивающийся фокус. Будет что-то вот такое, но на самом деле, если рисовать на компьютере, то вы увидите, что вот здесь вот вот эти витки спирали, они проходят ужасно близко друг к другу. Приближение вот здесь к нулю происходит ужасно медленно. Ну, в общем, с точки зрения просто формального анализа, здесь тоже происходит то же самое, что здесь примерно то же самое происходит, что вот здесь. Но картинка будет выглядеть чуть-чуть по-другому с точки зрения непосредственно, если ее устроить. Но самое интересное, что происходит вот здесь. Значит, у нас по-прежнему есть особая точка в начале координат. Но как устроена динамика вблизи этой особой точки? Ну, это устойчивая особая точка или нет? В начале координат. Да. Устойчивая. То есть близкие траектории на самом деле будут к ней притягиваться. Динамика будет какая-то вот такая. Но заметьте, что если у вас траектория стартует где-то далеко от начала координат, то она будет наоборот убегать от начала координат, потому что вот здесь динамика наоборот отталкивающая. То есть у нас получается какая-то вот такая штука. А что происходит в промежутке? Вот есть один тип динамики, есть другой тип динамики. Притягивающая, отталкивающая. А что происходит между ними? Чем они разделены? Может, окружность в конец. Да, смотрите. Вот здесь у нас есть вот здесь вот эта точка. Это неподвижная точка динамики на ро. То есть это означает, что если мы стартовали с вот этим радиусом, то мы с этим же радиусом будем жить дальше. Это означает, что радиус меняться не будет. Но если мы движемся так, чтобы расстояние до нуля радиус, полярный радиус не менялся, это просто означает, что мы движемся по окружности. здесь возникнет такая вот окружность, которая является просто замкнутой траекторией. И по ней мы тоже будем крутиться вот так вот по часовой стрелке. Значит, на самом деле, вот эта картинка, которую мы здесь получили, вот эта картинка, она демонстрирует такой тип динамики, с которой мы до сих пор не сталкивались. А именно здесь есть траектория замкнутая, но при этом другие траектории не являются замкнутыми. То есть до сих пор мы сталкивались либо с ситуациями фокусов, когда все траектории спирали, либо с ситуацией, когда все траектории замкнутые. Например, в случае центра или в случае консервативной системы типа математического маятника, там тоже у нас были вот траектории, которые не обязательно были частными центрами, не обязательно были окружностями, но тем не менее они там все были замкнутыми. Все семейство траекторий вокруг особой точки было замкнутое. А здесь у нас есть отдельно выделенная траектория замкнутая, а другие траектории, но в данном случае они от нее отталкиваются. То есть если бы я посмотрел бы в обратном времени, то они бы в обратном времени на эту траекторию наматывались бы. И эта траектория наматывалась бы, и вот эта траектория тоже наматывалась бы, если бы я шел бы назад по стрелке. Вот. Вот эта траектория, она имеет специальное название, она называется предельным циклом. Предельный, потому что к нему стремятся другие траектории. В данном случае в обратном времени к нему стремятся. Вот. То есть смотрите, что сейчас происходит. Если смотреть, как меняется фазовый портрет, когда мы меняем эпсилон, давайте, например, идти справа налево. Сначала у нас эпсилон был положительным. У нас была отталкивающая особая точка. И ничего особо интересного здесь не было. Сила отталкивания определилась как раз с этим эпсилоном. Если посмотреть, вернуться в линейный случай, видно, что здесь у нас эпсилон положительный, но он соответствует тому, что все отталкивается. Когда мы меняем эпсилон, уменьшаем его, приближаем его к нулю, сила отталкивания уменьшается. И вот здесь в линейном случае при эпсилон равном нулю никакого отталкивания не происходит вообще. В нелинейном случае за счет нелинейного слагаемого, за счет вот этих вот слагаемых, значит, вот в рассмотренном сейчас нами нелинейном случае, когда С отрицательная, у нас все равно сохраняется отталкивание, но оно будет уже медленнее. Сколько оно обеспечивается только квадратичными членами, квадратичные члены маленькие, вблизи нуля. Происходит медленное отталкивание. Но опять же, вот здесь, вот в переходе отсюда сюда, с точки зрения топологии фазового портрета, ничего не произошло. У нас была отталкивающая особая точка, осталась отталкивающая особая точка. Но при переходе вот сюда, как только мы эпсилон делаем отрицательный, у нас происходит нечто совершенно новое. А именно особая точка, которая вот здесь была отталкивающей, вот тут становится притягивающей. Но при этом она не просто так становится притягивающей, она как бы передает свое отталкивание, передает свою неустойчивость, передает вот этому предельному циклу, который рождается рядом с этой особой точкой. Здесь не было никаких предельных циклов, не было никаких замкнутых траекторий, здесь появилось. И как раз вот это пример бифуркации андронного хопши. Бифуркация рождения предельного цикла из особой точки, которая меняет свою устойчивость. Давайте рассмотрим второй случай, когда цена, наоборот, положительная. Как этот случай будет отличаться? Он будет очень похож. Но давайте посмотрим, как он все-таки будет отличаться. Значит, опять же, у меня ε равное 0. И я тоже нарисую такие же три графика. Значит, здесь будет ρ, ρ с точкой. Так, ну давайте смотреть. Значит, ц у меня сейчас положительное. Уравнения все те же самые, корни все те же самые. Значит, теперь только пора была направлена ветвями не вверх, а вниз, потому что c положительное, а у нас здесь минус c написано. И, соответственно, корни у нас будут появляться... Значит, в каком случае у нас будет появляться нетривиальный второй корень? Приописанного меньше 0 или приописанного больше 0? Значит, поскольку c поменял знак, нам нужно, чтобы корень был положительным, иначе он не имеет смысла. Нам нужно, чтобы описанного тоже поменял знак. Значит, у нас будет второй корень вот здесь. То есть у нас картинка будет выглядеть так. Вот здесь вот такая параболка. Здесь никакой... Значит, здесь просто вот такой кусочек параболки, а здесь вот такой кусочек параболки. И динамика, если ее рисовать, она будет выглядеть так. Здесь будет притяжение, тут будет отталкивание, тут будет везде притяжение, и тут будет тоже везде притяжение. Ну и давайте нарисуем фазовые портреты. Значит, они будут устроены очень похожим образом. Ну, значит, но теперь вот здесь вот у меня происходит притяжение всюду. Здесь все тоже притягивается к особой точке, только ужасно медленно. А вот здесь в последнем случае траектории, которые стартуют далеко, они притягиваются к особой точке, но не до конца, потому что траектории, которые стартуют близко к особой точке, наоборот, от нее отталкиваются. И между ними, опять же, возникает предельный цикл. Возникает замкнутая траектория, возникает предельный цикл. Но только теперь у нас этот предельный цикл, это такой притягивающий предельный цикл, к которому, наоборот, все траектории стремятся. Опять же, если теперь, например, здесь смотреть на эту картинку и менять здесь эпсилон с отрицательных до положительных, или давайте наоборот, снова менять с положительного на отрицательное, также двигаться справа налево. Что здесь будет происходить? У нас жила-была особая точка, была она устойчивой, но вокруг нее был неустойчивый предельный цикл. Когда мы меняли эпсилон, в момент, когда эпсилон стал равен нулю, этот предельный цикл неустойчивый схлопнулся в эту особую точку и передал ей свою устойчивость. Особая точка была неустойчивая, вот здесь у нас особая точка неустойчивая, а здесь она становится устойчивой. Ну и дальше она продолжает быть устойчивой. Вот такие два сценария. Возникновение или, наоборот, уничтожение в зависимости от того, в какую сторону смотреть, в какую сторону мы меняем эпсилон. Значит, два сценария появления предельного цикла. Надо сказать, что на самом деле это довольно типичный сценарий, то есть несмотря на то, что мы сейчас рассмотрели какой-то конкретной системы, то же самое будет происходить и в общем случае. Потому что на самом деле, если так посмотреть, вот что здесь происходит. Вот смотрите, у нас есть, если посмотреть на наше исходное уравнение, у него есть линейная составляющая, у него есть нелинейная составляющая. Нелинейная составляющая, которая сильна при больших значениях x, y, то есть далеко от начала координат. И вот эта вот штука, она работает на то, чтобы либо все притягивать к началу координат, либо на то, чтобы все отталкивать от начала координат. Ну, собственно говоря, может быть, даже более видно это на вот этом уравнении. Вот эта самая нелинейная составляющая, это вот этот минус c, ρ квадрат. Например, если c положительная, то эта штука все притягивает. То есть, как бы снаружи происходит такое мощное нелинейное нелинейное притяжение куда-то в сторону начала координат. Но при больших ρ. А что происходит при маленьких ρ, определяется линейной частью. То есть, определяется вот этим слагаемым, ε ρ. И когда мы меняем ε, у нас вот эта линейная часть, которая работает, которая сильно работает в начале координат, она либо работает согласованно с вот этой нелинейной частью, и тогда мы получаем движение в одну и ту же сторону. Ничего интересного не происходит. Либо у нас вот эта вот линейная составляющая начинает работать против вот этой нелинейной. И тогда получается такое как бы разделение, разделение зон влияния. Вблизи начала координат. Динамика определяется линейной частью, как, например, вот здесь. Здесь у нас линейная часть говорит, что нужно притягиваться. А вдалеке динамика определяется нелинейной частью. И вот эта вот граница зона влияния, она как раз оказывается предельным циклом. В общем, никуда не деться на вот этого предельного цикла, он возникает вполне естественным образом. Например, вот здесь, если снаружи на вас все действует так, чтобы вы притягивались к началу координат, а изнутри, наоборот, линейная часть действует так, чтобы все отталкивалось, где-то они встретятся, и мы получим предельный цикл. Вот. Значит, вот такой вот сюжет. Почему это на самом деле важно? Почему важны вот эти предельные циклы? Ну, предельные циклы – это штука, которая соответствует явлению, которое называется автоколебание. То есть, когда у вас есть какая-то система, и вот чем вот такая вот система замечательна? Тем, что, в общем, откуда бы вы не стартовали, и с какой бы точки вы бы не выпустили траекторию, если вы не выпустили траекторию в точности начала координат, вероятность этого равна нулю. Любая другая траектория, она с течением времени будет приближаться к предельному циклу, и, соответственно, если думать о том, что будет происходить с динамикой, когда время стремится к плюс бесконечности, тут динамика не зависит от стартового начального устройства. и она всегда будет просто в фазовом пространстве это будет периодическое движение. А если смотреть на то, как мы это померяем, как мы это увидим, мы увидим какой-то колебательный процесс. Чудесно то, что характеристики этого колебательного процесса не зависят от стартового, от начального состояния. Вам достаточно хоть как-то выйти из положения равновесия здесь, и дальше вы автоматически сойдетесь к одному и тому же колебательному процессу. Вот. И, соответственно, вот эта вот история, она показывает, как в системе могут эти автоколебания появиться. Представьте себе, что у вас была система, в котором было положение равновесия, устойчивое, как вот здесь. но с течением прошла тысяча лет, эта система немножко поменялась. И вы уже видите, что у вас уже нет положения равновесия. Вместо положения равновесия есть притягивающий предельный цикл. Если предельный цикл маленький, то вы его, в общем-то, не отличите от положения равновесия. Так, если издалека смотреть, ну, что-то там такое колеблется, может быть, это просто шум какой-то. Но в течение времени этот предельный цикл может расти, и у вас будет, как бы у вас система перейдет в совсем другой режим. Вместо того, чтобы стремиться к положению равновесия, она будет стремиться к каким-то колебаниям с какой-то амплитудой. Вот эта вот история, она вообще другая, из-за того, что картинки очень похожи. Но если ее считывать как бы слева направо, то здесь у вас происходит вот что. У вас происходит так называемая жесткая потеря устойчивости. Здесь у вас происходит так, что вот у вас жила была особая точка, жилоболоположение равновесия, было оно устойчивым. Но устойчивым оно было только для тех начальных условий, которые находятся внутри вот этого предельного цикла. Как бы бассейн притяжения этой особой точки был ограничен вот этим предельным циклом. И дальше, с течением времени, ну не с течением времени, а значит, по мере того, как вы меняете параметры эпсалон, у вас этот бассейн притяжения, бассейн устойчивости, становится все меньше, меньше и меньше. И вот в этот вот момент, когда эпсалон равняется нулю, он совсем схлопывается, и у вас динамика, как бы она так скачкообразно меняется, у вас уже нет никакого устойчивого положения равновесия, а есть уже неустойчивое положение равновесия. Все. У вас система, вместо того, чтобы жить в каком-то стабильном состоянии, начинает идти куда-то в разнос. Вот. Значит, два таких разных сценария, хотя картинки очень похожи. Собственно говоря, верхний сценарий называется жесткая потеря устойчивости. Значит, вот это. Ну, Арнольд предложил такую классификацию. Значит, это жесткая потеря устойчивости. А снизу это называется мягкая потеря устойчивости. Вот. Честно говоря, эта история про жесткую потерю устойчивости навевает какие-то... Не знаю, когда-то я пытался заниматься популяризацией дифференциальных уравнений, и рассказывал про всякие штуки, когда вот какие-то такие типа устойчивость меняется, что там такое происходит. Резкое. Вот. В каких-нибудь социальных явлениях. Окей. Есть какие-нибудь вопросы про этот сюжет? Давайте я тогда сформулирую... Прошу прощения, можно задать вопрос? Обязательно, конечно. Я просто хотел узнать. У нас там часть, которая по С, там x2 плюс y там обязательно степень именно 2 должна быть? Потому что не очень понятно, где именно это использовалось, что степень вторая. Сейчас, степень 2 вы имеете в виду вот здесь? Ну, то есть, да. Почему скобка вообще такая? Может ли что-то вместо нее быть? Может вместо нее быть примерно все, что угодно. То есть, на самом деле, если у вас линейная часть меняется вот так, то есть, если у вас в линейной части... Фактически, что у нас здесь происходит? Если смотреть на собственные значения линейной части, то они у нас, как видите, всегда комплексные, всегда комплексно-сопряженные, и происходит следующее. Они при изменении эпсилона пересекают мнимую ось. Мы жили в отрицательной части, стали в поварительной наоборот. Если это происходит, то более или менее при любой правой части у вас будет происходить бифуркация андроновых опций. Любая нелинейная правая часть вам создаст тот же самый эффект. То, что я здесь написал именно такие формулы, это нужно было для того, чтобы мы это сейчас просто увидели с помощью ручки и бумажки. Собственно говоря, давайте я вам покажу сейчас какой-нибудь пример. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте возьмем такую модель. Сейчас. Сейчас. Мы сейчас рассматривали, но только поиграться с правой частью. Значит, чего мы хотим? Давайте, пусть у меня будет какая-то функция. Значит, пусть у меня... Значит, мне нужен numpy. Вот плот лип. И чем мне там еще нужен? Scipy какой-нибудь нужен. Form scipy integrate. Давайте я возьму odint для простоты. Значит, давайте сделаем ту систему, которая у нас сейчас обсуждалась. Чего у нас там было? Эпсилон... Сейчас я перепишу себя. Значит, эпсилон умножить на x плюс y в часть c умножить на x квадрат плюс y квадрат умножить на x. И минус x плюс y умножить на y. Минус c x квадрат плюс y квадрат умножить на y. Значит, что я хочу? Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Так, значит, какие у нас параметры будут? Время нам не важно. Параметры эпсилона давайте возьмем... Давайте начнем просто 0,0. Так, нет, что я неправильно написал. Я хочу квадратную. Это не так. Так, значит, это наш фокус. Давайте сделаем какую-нибудь c-шку, не нулевую. Давайте еще добавим какую-нибудь траекторию, чтобы прям посмотреть, как она устроена. Значит, это просто наш фазовый портрет. И я добавляю траекторию. Давайте просто odint. Давайте возьмем какую-нибудь точку, допустим, 0,1. Какую-нибудь... Что такое? А, потому что не туда. Так, функция t-шка... А, аргументы надо передать. Значит, аргументов у нас два. Давайте я сразу скажу, что у меня будет какой-нибудь epsilon и c. И здесь я буду просто их передавать, чтобы два раза не дублировать. Значит... А, сейчас здесь, наверное, нужно просто вот так сделать. И давайте мы ее нарисуем. Значит, вот у нас эта траектория. Давайте я сделаю побольше по времени. Пустим, пусть у меня здесь будет как-нибудь вот так. Давайте побольше точек. Вот. Давайте я ее как-нибудь поярче выделю. Ну, вот, собственно говоря, тут видно, что вот эта траектория, которая у нас наматывается на особую точку сейчас. Значит, сейчас у меня в случае, когда c положительный, epsilon равен нулю. То есть у нас происходит нелинейное приближение к началу координат. Но видно, что если я увеличиваю время движения, то, в общем, да, оно, конечно, наматывается, становится все ближе и ближе к особой точке. Но видите, здесь траектория заметает прям целую такую полосу. И заставить ее приблизиться прям совсем близко к особой точке довольно трудно. Все равно там как-то вот она, какой-то кусочек там остается. Вот. Но, тем не менее, вот этот как раз, это такой пример, который называется особая точка типа медленный фокус. Он по линейным членам центра, но на самом деле топологически он фокус. И давайте теперь увеличим, значит, сделаем положительный epsilon, чтобы у нас все разбегалось от начала координат, вблизи начала координат. И вот, пожалуйста, появился предельный цикл. Я, кажется, сделал так, что предельный цикл ровно на расстоянии 1. Давайте я сделаю что-нибудь вот такое. Или лучше давайте, не знаю, давайте так сделаем. Вот предельный цикл. Видно, что на него снаружи все наматывается. Ну, и изнутри, на самом деле, тоже все наматывается. Но вопрос был в том, а если мы здесь напишем какую-нибудь другую правую часть, не другую правую часть, другие нелинейные слагаемые. А давайте напишем какие-нибудь другие нелинейные слагаемые. Значит, вот это у нас был Andron of Hobbes. Давайте мы сделаем Andron of Hobbes модифицированный. Ну, и давайте как угодно модифицируем. Допустим, я возьму, здесь сделаю 3 умножить на х плюс у квадрата. Здесь сделаю, не знаю, 5 умножить на у. И здесь сделаю вот так. Да, нормально модифицировал. Или хотите как-нибудь по-другому? Да, давайте попробуем так. Я хочу, чтобы вы поверили, что я не жульничаю. И не то, что я знал какую-то специальную модификацию, которая заставит все работать так, как нужно. А на самом деле, более-менее любая модификация, случайным образом выбранная, должна сработать. Ну, и давайте я вот эту штуку упакую в функцию. Так, все, здесь больше нет никакой явной ссылки на Andron of Hobbes. И давайте попробуем. Ладно, хорошо. Это был перебор, потому что мы, скорее всего, убежали слишком далеко из-за того, что у нас как нелинейность слишком сильная. Давайте я пока вообще не буду рисовать талекторы. Давайте просто на фразовый портрет посмотрим. Так, здесь нужно, конечно, тоже передать С и Эпсилон. Эпсилон на С. Давайте посмотрим, что здесь будет происходить. Значит, Эпсилон равняется. Давайте С какой-нибудь тоже зафиксируем. Пусть у нас будет, скажем, 0,3. Вот видно, что глобально фазовый портрет довольно сильно поменялся. Но если нас интересует то, что происходит вблизи начала координат, давайте мы сделаем еще поменьше нелинейность, чтобы она не так сильно влияла бы на динамику. Как-нибудь вот так. И давайте попробуем изменить Эпсилон. Давайте верну рисование траектории. Только сделаю, чтобы эта траектория была не настолько длинной. Давайте начнем вот с такой. Так, значит, что у меня здесь сейчас происходит? Эпсилон у меня... Давайте я сделаю С отрицательным, чтобы наоборот было... Ой, нет, это я что-то передает, это я загнул. Сейчас, у меня как стрелочки-то расставлены? Так что у меня... Ну, хорошо, давайте я Эпсилон сделаю. Сейчас. Значит, у меня нелинейная динамика сейчас... Что делает? Все отдаляет на самом деле. Ну да, похоже. А я хочу, чтобы наоборот приближало. Но проблема в том, что оно как-то очень быстро... Давайте я возьму стартовую точку поближе к началу координат, чтобы... чтобы не так все было страшно. Ладно, ты взял слишком близко. Непонятно, что у меня происходит. Так она убегает. Давайте я явно потребую, чтобы у меня бы картинка рисовалась бы вот так. Так вот, вот так она, видимо, все-таки будет приближаться к началу координат. Акромер выпущенный отсюда. И давайте попробуем теперь увеличить Эпсилон. Сейчас, давайте чуть-чуть отсюда увеличу. Что у меня сейчас происходит. Да, вот так вроде похоже, что она... Значит, вот сейчас она явно приближается к началу координат, линейная динамика. И давайте теперь увеличу Эпсилон. Ой. Слишком сильно увеличила Эпсилон. Ну, вот, собственно говоря, я думаю, что здесь сейчас будет предельный цикл. Давайте я увеличу время. Давайте я буду рисовать траекторию не сначала, а, скажем, буду рисовать только последние 100 итераций. Допустим, вот так. Вот. Ну, вот, собственно говоря, вот он предельный цикл. Можно проследить, что когда я буду уменьшать Эпсилон, сейчас этот предельный цикл будет уменьшаться и в конечном итоге схлопнется в нашу точку. Ну, или не схлопнется. Ну, то есть, на самом деле, скорее всего, схлопнется. В общем, на самом деле, как видите, локально вблизи начала координат происходит примерно то же самое. Глобально оно может выглядеть по-другому. Ну, вот видно, что здесь появилось какое-то там седло и так далее. Но если нас интересует локально то, что происходит вблизи особой точки, на самом деле, явление такое же. Ну, там, может быть, его чуть-чуть сложнее увидеть, потому что приходится как-то подбирать параметры, при которых это происходит. То есть утверждение состоит в том, что там это происходит в достаточно малой окрестности нуля, при достаточно малом Эпсилоне. Дальше нужно уже... То есть вся вот эта вот возня, которую я сейчас делал, она была связана именно с тем, что нужно было подобрать Эпсилон и подобрать достаточно маленькую окрестность начала координат. Ну вот. Еще вопросы? Спасибо. Прикольно. Так. Ну, все тогда на сегодня. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok